Была очень интересная такая Бушин, по-моему, сделана оговорочка. Он назвал интернет интернет, то есть интернетами назвал. И в России тоже так пошло, в сленге стали называть интернетами. И в этом абсурдном таком вот слове, в таком каламбуре, очень много, как я считаю, смысла. Потому что интернет — это действительно множество ресурсов, множество технологий. Это может быть и для каких-то политических игр интересный инструмент. И это огромная торговая площадка, гигантская. В основном там все продается, покупается, там продается пользовательское внимание, рекламная площадка, гигантская просто. И, собственно, вопрос. А что-то можете сказать еще про то, что интернет раньше был для всех один, а сейчас благодаря рекомендательным системам и благодаря таргетированию он для всех разный? Вот у моего коллеги, например, там политические новости, у меня котики и смешнявки в том же Гугле. Например, еще вот в Гугле хорошо искать какую-то информацию такую вот важную, научную и так далее. А пиратский контент хорошо искать в Яндексе. То есть действительно интернет разный. Вопрос, собственно, о том, что-то можете рассказать про то, что интернеты, они разные на самом деле, что их много? Есть отдельное направление в социальных науках, в социологии, в частности, которое называется Everyday Life, то есть ежедневная жизнь. И как часть этого направления есть достаточно большая тема исследования. Это именно роль интернета в ежедневной жизни и ежедневной практике. Отдельно разные группы населения, дети, взрослые в разных странах. Но здесь я бы хотел обратить внимание и воспользоваться вашим вопросом, что, собственно, интернет, вот он, естественно, для разных людей он разный. Но даже если мы смотрим на судьбу российского интернета Рунета, то он был очень-очень-очень разным. Потому что если интернет, естественно, в начале 90-х начинался как некое пространство программистов и пространство технорей, пространство физиков, потому что интернет начинался в Курчатовском институте. Дальше интернет стал постепенно частью культурных элит, когда, мы помним, в конце 90-х, начале 2000-х начали появляться СМИ. ЖЖ стала очень популярной платформой для многих блогеров. Потом постепенно интернет в течение 2000-х стал своего рода альтернативной новостной платформой, где стали появляться независимые альтернативные новости. И, наконец, в 2009, 2010, 2011 год выросла мобилизационная роль интернета как вокруг катаклизмов, социальных проектов, протестов и так далее. И, наконец, в 2012 году началась такая сфера регулирования российского интернета, когда власти более сильно обратили внимание на то, что происходит в российском интернете. И в этом контексте действительно мы видим попытки приравнять степень регулирования того, что происходит в интернете, к степени регулирования физического пространства. Что достаточно интересно само по своей динамике. Поэтому интернет, его нужно воспринимать и на индивидуальном уровне, и на этом социально-политическом уровне. Поэтому в каждой стране структура борьбы между разными видениями и воображениями интернета достаточно разная. И здесь действительно очень интересно проводить сравнительные исследования, потому что то, как воспринимают люди интернет в разных странах, очень сильно отличается. Это касается в том числе и тех ежедневных практик, о которых вы говорили. Но то, что мне было важно показать в этой презентации, это, конечно, разнообразие существует. Но мне было важно как-то систематизировать это разнообразие и предложить какую-то общую призму, что воспринимать интернет не только в контексте власти и баланса сил между государством и обществом, но интернет действительно как своего рода технология порядка и хаоса. То есть технология, которая позволяет или упорядочивать наш мир, или технология, которая поглощает нашу энергию, которая в конце концов входит ни в куда и уже никуда не преобразуется. Продолжение следует...